Всем привет! Меня зовут Павел Садов. Это мастерская мебели Лавка. Мы сейчас находимся на одном из наших объектов и сделаем подробный обзор нашей мебели. Вся мебель на этом объекте изготовлена по проекту дизайнера интерьеров. Это существенно обращает задачу и нам и конечному клиенту. Для прихожей мы изготовили три шкафа. Первый шкаф. Фасады МДФ выкрашены эмалью, внешние боковины, также выкрашены в цвет фасада. Главная особенность заключается в конструкции фасада. Это толстая плита МДФ с интегрированной ручкой и вставкой из шпанированного материала. Выглядит это вот так. Второй шкаф. Фасады выполнены аналогичным образом. Здесь две интегрированные ручки, боковины также цвет фасада. По центру установлены фасады с зеркалами, внутри предусмотрена система со штангами для хранения вещей. Здесь полки, в крайней секции сетчатой полки. Напротив установлен большой шкаф с двумя видами фасадов, шпон и эмаль, за которыми также предусмотрены штанги для навесной одежды и полки. По центру этого шкафа секция с мягкой подушкой, по периметру отделана шпонированным МДФ. Далее, в крайней секции здесь выдвижной ящик, который открывается от нажатия и дверца, за которой установлен электрощиток. Штанга съемная. К шкафу примыкает лавка, на которой удобно обуваться и разуваться, и на стену смонтирована мягкая панель. Для спальни мы сделали две прикроватные тумбы и зеркало. Особенность этого зеркала в том, что оно установлено от пола до потолка без зазоров. Мы закрепили само зеркало на стену, раму подрезали и крепили уже после установки зеркала по месту. Корпус тумбы выполнен из шпонированного МДФ толщиной 28 миллиметров. Фасад МДФ эмаль. Особенность тумбы в том, что стыковка корпуса выполнена под 45 градусов и фасад открывается от нажатия. Для гардеробной комнаты мы изготовили шкафы по трем сторонам. Слева и справа шкафы повторяют друг другу по конфигурации. Здесь отделение с четырьмя выдвижными ящиками и штангой сверху. Далее отделение с двумя штангами. Вверху светильники с сенсорным включением. В глубине установлен шкаф с полками и распашными фасадами зеркалом. Для кабинета мы изготовили три изделия. Первое это магнитно-маркерная доска. Ширина ее метр тридцать, высота 2,60. Это очень стандартный размер, в этом и заключается ее особенность. Мы отдельно покупали этот лист, наклеивали на основу МДФ, потом крепили на стену и монтировали раму уже по месту. Второе изделие это стол от стены до стены без зазоров. Это МДФ покрытый шпон натурального дуба. Толщина столешницы 28 миллиметров. Также здесь изготовлена металлическая опора по индивидуальным размерам. В столешницу врезаны две решетки для вентиляции, для того чтобы воздух от радиаторов поднимался. Третье изделие это три полки на скрытых крепежах. Крепежеры установлены здесь, здесь и на этой стене. Они полностью скрыты, внешне их не видно, при этом полки довольно прочные. Для ванной комнаты мы изготовили три изделия. Первый из них это тумба под раковину со столешницей. Сама тумба изготовлена из МДФ покрытого натуральным шпоном. Фасады открываются от нажатия. Столешница изготовлена из искусственного камня и смонтирована на шесть анкеров, которые мы закрепили в стену. Это позволяет обеспечить нагрузку равную массе целого человека. Второе изделие это шкаф в нишу с фасадами, которые открываются от нажатия. Внутри установлен водонагреватель, в остальных трех отделениях полки. Третий изделие это шкаф с купейными фасадами. Такое решение было принято, потому что в стене слева установлен люк, который ограничивает глубину. И если бы мы делали распашные фасады, внутреннее пространство уменьшилось существенно. Поэтому было принято такое решение. Корпус выполнен из ЛДСП для оптимизации бюджета. Для гостевого санузла мы изготовили два элемента. Первый это тумба под раковину. Это материал МДФ покрыт натуральным шпоном, толщиной 28 миллиметров. И шкаф с жалюзийными распашными фасадами из массива дуба. Особенности этого шкафа две. Первое съемный лючок, за которым находится коммуникация. Рючок установлен на магнитах и полностью снимается. И второе это то, что шкаф установлен на регулируемых кухонных ножках. По периметру смонтирован цоколь. Сделано это для того, чтобы обойти короб, который скрывает сам технические трубы. Для зоны отдыха в большой локации кухни-гостиная мы изготовили два элемента мебели. Первый это винный шкаф. Изготовлен из МДФ покрытый натуральным шпоном со системой для хранения бутылок. Внизу два распашных фасада. Второе изделие это рундук с мягкой подушкой и стеновая панель с полками за ним. По рундуку лицевая часть выполнена из МДФ в шпоне, покрытая эмалью. Здесь нанесена фрезеровка для имитации доски. Крышка рундука поднимается, под ней система хранения. Стеновая панель также выполнена из МДФ в шпоне с фрезеровкой. На стеновую панель установлены три полки на скрытых минцово-держателях. Полки толщиной 28 миллиметров. Так, мы закончили обзор нашего объекта. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш аккаунт в соцсетях и присылайте проекты на расчет. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok